Так, всем привет, это книжный обзор с Тимофеем Мартыновым. Сегодня мы будем смотреть книжку Майкла Льюиса «Флэш Бойс» про высокочастотный трейдинг, про мошенничество и коррупцию на Уолл-Стрит и про инфраструктуру рынка. Офигенная книга, сразу скажу, я не подозревал, она долго стояла на полке, долго ждала меня, ждала своего часа, и я смотрел на нее и не подозревал, что она действительно будет так интересна. Она мне интересна по нескольким причинам, потому что я, во-первых, трейдер, потому что я торговал американский рынок как раз в те годы, которые описаны в этой книге, поэтому я примерно понимаю, что там происходило, и, конечно же, мне было интересно, некоторые моменты просто очень интересные, ну то есть вот как устроен рынок, как устроена биржа и так далее. Об этом сегодня мы будем и говорить. Спасибо всем, кто смотрит, спасибо всем, кто комментирует, особенно приятные комментарии, да, то есть ничего не стоит там взять и оставить комментарии, свое мнение, по крайней мере, это мотивирует меня тратить время. Я сегодня три часа потратил на то, чтобы обобщить прочитанное в этой книге, казалось бы, да, что там, раз, два, три, и рассказал, но вот полдня фактически на эту книжку убил. Поэтому по возможности комментарий и, ну прям у кого совсем все хорошо, можете оставить лайк, донат, в первой ссылочке внизу в описании, мне на прическу, так сказать, которую я сделал. За 600 рублей, кстати, подстригся, похоже, да? Окей, значит, смотрите, книга. Для тех, кто не разучился читать, естественно, рекомендую, прям читать интересно, то есть прям вот увлекательно, реально, я его очень быстро проглотил, потому что, ну прям не остановится. Если вы трейдер, вам понравится, особенно если вы алго-трейдер, вы должны читать книжку обязательно, потому что в ней к вам придет просто иное понимание рынка. У меня вопрос один, насколько вот то, что описано в этой книге, а там описывается примерно там 2008-2013 годы, актуально и на текущий момент. Я поговорил с некоторыми трейдерами, с некоторыми экспертами, они говорят, что многие вещи актуальны и до сих пор. Основная идея заключается в том, что в Америке, на американском рынке, существует целая инфраструктура, которая втихую, очень скрытно стрижет всех инвесторов. И эта категория участников рынка называется HFT-фирмы, high-frequency trading, высокочастотные трейдеры. Майкл Льюис пишет свою книгу так, как будто это хищники, это паразиты, и они, в общем, никакой пользы, по сути, не несут в себе. Они просто паразитируют на теле инвесторов, они сливаются в одно целое с брокерами и с биржами. Они платят брокерам, платят биржам, и, по сути, все это единое целое. Брокеры биржи и HFT-фирмы имеют вот так вот чпок-чпок-чпок всех клиентов. Ну, нас с вами чуть-чуть совсем. Почему? Потому что мы мелкая рыбешка. Если у нас там заберут по одному центику с каждой акцией, мы этого даже, по сути, не заметим, потому что мы лохи и не считаем свои комиссионные издержки, не считаем свои просказы. Ну, большинство из нас, да, правильно? Особенно вот чем проще инвестор, тем меньше он вообще задумывается о том, какие издержки он несет при совершении операций на бирже. Вот. Но если это умножить на миллионы человек, то получаются суммы просто офигенные. И, конечно же, эта инфраструктура, она направлена не только на то, чтобы стричь мелкую рыбешку. Меня поразило, что крупнейшие инвесторы, крупнейшие хедж-фонды, взаимные фонды, инвесторы с объемом активов, там, десятки миллиардов долларов, их тоже всех имеет вот эта вся инфраструктура. Они отправляют приказ на биржу, и этот приказ в буквальном смысле тонет среди вот этих уловок, всяких мышеловок, расставленных HFT-фирмами. Все начинают сразу оббегать этот приказ, начинают брать быстрее в одном месте, продавать этому инвестору в другом. То есть вся эта инфраструктура, она реально паразитирует на теле крупных инвесторов. Ну, наверное, в этом и не было никаких сомнений, но просто когда читаешь эту книгу, ты просто проникаешься этой идеей просто до мозга и костей. Вас, наверное, интересует такой вопрос. Есть ли польза какая-то конкретная от прочтения этой книги? Я бы сказал, что польза, наверное, небольшая. Осознание того, как HFT-машины имеют вас, когда вы там завершаете сделки, допустим, на Санкт-Петербургской бирже, особо вам ничего не добавит. То есть вы ничего не сможете сделать, вы никак не сможете повлиять на этот процесс. Но это интересно. Интересно это знать, интересно это понимать. И я должен сказать, что я сейчас расскажу некоторые вещи, которые мне показались просто потрясающе интересными, прям вот вообще, прям офигенные. Ну, давайте, кстати, с них и начну, чтобы вы там не заснули. Ну, вот, например. Например, в этой книге написано, что среди 94 американских брокеров на момент написания книги честными являлись только 10. То есть это те брокеры, которые никоим образом не пытались поиметь своих клиентов через различные там фейковые истории, через мудрое исполнение, через перепродажу их ордеров высокочастотным фирмам и так далее. В книге рассказывается про такую компанию, как Spread Networks. Они потратили 300 миллионов долларов для того, чтобы проложить самый короткий кабель между дата-центрами, которые расположены в Нью-Джерси и дата-центрами в Чикаго. Значит, сюжет этой истории лег в основу фильма «Операция Калибри». И самое интересное, ну, то есть они там реально огибали все углы, они реально пытались максимально прямо проложить эту линию. И самый апофеоз этой истории, то, что они там прямо через реки клали вот этот канал кабельный с оптоволоконным кабелем. Но и самое интересное, что они прямо в гору пробурились для того, чтобы не обходить ее, для того, чтобы вот напрямую приложить этот кабель. Но самое интересное случилось, заключается в том, что в конце концов через несколько лет выяснили, что есть более совершенные технологии передачи данных. Это сверхвысокие частоты, то есть передавать при помощи вышек по воздуху. И данный способ передачи данных позволяет сократить время задержки при передаче сигнала с 14 миллисекунд до 8 миллисекунд. Ну, что-то такое, да? 12,8, наверное, вот так вот. 13,8. То есть разница там в 4,5 миллисекунды оказалась быстрее. То есть вот все эти потуги по строительству этих туннелей оказались спустя несколько лет напрасными, потому что придумали более совершенную технологию. После того, как проложили вот этот канал, площадка CBSX. Здесь, наверное, нужны пояснения некоторые. Дело в том, что сначала в Америке вообще были две биржи – NICE и NASDAQ. Нью-Йоркская биржа и высокотехнологичная NASDAQ. Потом начали появляться какие-то альтернативные электронные торговые платформы типа ARCA, потом появилась BATS, так называемый ECN. То есть это альтернативные площадки с ликвидностью, на которых торговались точно те же самые акции. Потрясающие возможности для арбитража и для высокочастотных фирм как раз появились благодаря обилию этих бирж. Потому что когда одни и те же акции торгуются на разных биржах, у вас всегда есть разница в цене между этими биржами. Ну и, собственно, весь этот HFT-трейдинг, весь этот арбитраж, он был очень примитивен. Он состоял в том, чтобы заказ, который пришел на одну биржу, успеть перехватить, ну не перехватить, а получить информацию о нем и купить акции по цене, которые там дешевле могут быть на какой-то другой бирже, притащить их на эту биржу и втюхать их вот этому инвестору. То есть в этом состояла, собственно, основная доля заработка, да, то есть оббегание приказов клиентов. Хотя на самом деле инфраструктура должна была быть устроена таким образом, что самая биржа должна была заботиться о том, чтобы найти лучшее исполнение сначала внутри себя, если есть лучшая цена где-то извне, то перенаправить приказ на внешние площадки. Так вот, и в итоге этих площадок развелось как нерезанных. Кстати, эта ситуация напоминает то, что сейчас у нас происходило буквально с криптовалютными биржами, то же самое, по сути, да, то есть история повторяется с небольшими девиациями. То есть Америка уже это все давно прошла. Значит, в Америке было 13 частных бирж и потом было создано еще 40 площадок, включая собственные площадки таких крупных банков, как Goldman Sachs, Credit Suisse и так далее. То есть каждый банк создавал при себе темный пул, так называемый dark pool, да, где они сводили вместе приказы своих клиентов. Кстати говоря, сейчас, я не знаю, как ВТБ, но у Сбербанка точно есть такая система. То есть Сбербанк сводит встречные заявки, не выводя их на биржу, встречные заявки своих клиентов. Ну, по сути, это является как раз dark pool. Но когда такая система существует, она далеко не всегда, так сказать, является справедливой по отношению к клиентам, потому что цена может отличаться в невыгодную для клиента сторону на этих как раз внутренних площадках, на этих dark pool. Кроме того, брокеры зарабатывали на том, что продавали доступ к этим dark pool для высокочастотных трейдеров, которые забирали вот этих клиентов лохов и фронтранили их, оббегали, перепродавали им то, что взяли дешевле на других биржах. В общем, все это использовались, все это некоторые лазейки для того, чтобы мелко и незаметно грабить клиентов брокерских компаний. Так вот, в какой-то момент странная биржа CBSX, расположенная в Чикаго, спустя две недели после того, как была запущена линия высокоскоростная Spread Networks, взяла и перевернула систему вознаграждения за создание рынка с ног на голову. Обычно биржи американские, у нас такого никогда не будет, к сожалению, потому что у нас монополия биржевая, и ее владеет Московская биржа, то есть Московская биржа является единственной площадкой, на которой можно торговать российские акции. В США дело обстоит иначе, поскольку у них биржи конкурируют между собой, биржи предлагают за создание ликвидности положительные комиссионные, то есть тот участник рынка, который встает лимитной заявкой в стакан, и она не идет выше рынка, если это бит, то есть это та заявка, которая принимает на себя удар, то есть вы создаете таким образом ликвидность, и в этом случае биржа приплачивает вам, положительные комиссионные, так называемые ребейты. А эта биржа CBSX, она создала прямо противоположное. Она создала отрицательные ребейты для лимитных ордеров и положительные ребейты для рыночных ордеров. Зачем? Таким образом, они, по сути, приманили брокеров, которые зарабатывали на том, что отправляли заказы своих клиентов на эту биржу. А сама эта CBSX продавала уже свой флоу для высокочастотных фирм. То есть такое двойное, можно сказать, мошенничество, да? То есть, получается, биржа платит взятку брокерам, чтобы брокеры направляли заказы своих клиентов на эту биржу, а эта биржа просто брала и перепродавала этот поток высокочастотным трейдерам, чтобы те получали хуже исполнения, да? Но, в конце концов, за все платит вот этот конечный клиент, который даже не подозревает, что с ним реально происходит. Вы знаете, поражает меня то, что вот такая, скажем, неэтичная практика начала развиваться где-то там с 2005 года. И с каждым годом она все нарастала, нарастала. Все это привело к тому, что крупные инвесторы, которые присутствовали на рынке, они начали отправлять приказы, и они просто не понимают, что происходит, да? То есть, фонд какой-то, ты отправляешь заявку крупную на покупку акций, ты вроде видел рынок, ты вроде ставил приказ в рынок, ты точно должен был ударить по ордерам, которые ты видел в стакане, но как только ты ставишь ордер, все разбегаются, и ты не получаешь исполнение по той цене, которую ты только что видел в стакане. Вот, и, конечно, я не буду описывать досконально, что там реально происходит, но если ты крупный инвестор, там реально начинается забегание, тебя начинают фронтранить постоянно, и ты не получаешь хорошее исполнение. То есть, тебе приходится переставлять заявку выше, 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 ты видишь, что рынок как будто бы знает о том, что это присутствует, он быстрее, он растворяется, да? То есть, та ликвенность, которая вроде только что была, ее вдруг не оказывается после того, как ты нажал кнопку «Отправить приказ на биржу». И, конечно, все это является следствием того, что брокеры, биржи и HFT-фирмы, они слились в одно единое целое. Вообще говоря, я бы сказал, что большинству бирж, 99% всех бирж, они, конечно, по сути, вот если бы они могли сами торговать на сами себе, естественно, они бы всегда выигрывали, потому что биржа получает информацию всю первой, да? Она все знает о бордерах, которые есть. И, ну, представьте себе такую абсурдную ситуацию. Биржа может торговать на свой собственный счет. Она бы создала просто ряд элементарных лазеек, которые бы давали преимущество в скорости и которые позволяли бы ей все время быть в каком-то плюсе, без какого-либо риска, просто за счет того, что они делают какие-то вот такие хитрые трюки. Мелкое хакерство. Но поскольку биржам запрещено это делать с морально-этической точки зрения, да, происходит ситуация практически аналогичная, но немножко завуалированная. То есть биржи продают лазейки для высокочастотных фирм. То есть высокочастотные фирмы, по сути, являются агентами биржи по торговле на самой себе, да. То есть это, конечно, такая, знаете, конечно, если рассказать такую историю биржи, биржа, конечно, скажет, нет, такого ничего нет, мы просто даем клиентский сервис. Вот хотите, тоже берите и покупайте. Окей, но берите и покупайте. То есть вставайте в очередь среди тех, кто платит вот эту мзду. А платит дофига реально. И, понимаете, вот эти ЧФТ-фирмы, они, по сути, являются заложниками у бирж. Потому что биржи, там, я не знаю, NASDAQ и NICE берут, прокладывают более скоростную трубу между серверами NASDAQ и NICE и увеличивают стоимость доступа участника торгов к этой трубе с 25 тысяч долларов до 40 тысяч долларов. И всем приходится платить, потому что если у тебя медленный доступ, более медленный, то ты все, ты уже не можешь делать те же вещи, которые делал раньше. Вот, собственно, таким образом биржи сливаются с ЧФТ, сливаются с брокерами. Брокеры продают потоки своих клиентов за деньги высокочастотным фирмам. И все это является очень циничным бизнесом, по сути, по мелкому ограблению клиентов-брокеров. Причем клиенты-брокеров об этом даже не задумываются. Именно поэтому ЧФТ-фирмы привыкли работать в ситуации строжайшей секретности. То есть они очень закрыты, они не любят распространение никакой информации. Потому что те вещи, которые они делают, на самом деле являются очень простыми. И все эти стратегии ЧФТ-трейдинга, ну вот арбитражные, которые не несут в себе никакого риска, они, в общем-то, достаточно примитивные. Они в этой книжке описаны, там три основных класса стратегий рассказаны. А по поводу того, как брокеры имеют своих клиентов, есть некоторые цифры. Например, TD Ameritrade получает от ЧФТ-фирмы Цитадели сотни миллионов долларов в год за то, что отправляет приказы своих клиентов через них. Или Чарльз Шваб в 2005 году продал поток своих приказов UBS, получив 280 миллионов долларов. А UBS, соответственно, уже получает деньги от Цитадель, так сказать, продавая, давая им доступ к этому потоку приказов. Ну, то есть это та информация. То есть брокер продал информацию о вашем приказе HFT-фирме, чтобы HFT-фирма, то есть сначала вы отправляете, вы же когда в квичке там, знаете, какое-то окошечко имеете, да, нажали кнопочку исполнить. И думаете, что у вас, наивно думаете, что ваш приказ там, хоп, сразу встал на биржу. Так вот, если брокер находится в сговоре с HFT-фирмой, он отправил информацию о вашем приказе HFT-фирме, которая взяла и обижала вас. И забрала ту цену, которую вы хотели только что взять. А потом взяла и перепродала вам же по чуть более высокой цене. Так работает эта схема. И то же самое есть, ну, то есть я не говорю, что на российском рынке прям такое присутствует, но это то, что описывает Майкл Льюис на американском рынке в 2010-2012 годах. Есть еще сейчас такой роличный брокер Robin Good. Крайне циничное название у этого брокера, потому что Robin Good, суть его была в том, чтобы грабить богатых и отдавать деньги бедным. Здесь все происходит наоборот. Потому что Robin Good берет бедных, берет их приказы и продает их крупнейшим провайдерам, так сказать, HFT-провайдерам, таким как Virtu Financial, Citadel и так далее. И те их чуть-чуть фронтранят, то есть они им дают худшее исполнение, чуть-чуть их грабят на каждой сделке. Но зато Robin Good типа супер розничный брокер, в котором не надо платить комиссионные. То есть так это работает. Почему вот Robin Good первый с нулевыми комиссионными вышел? Очень просто. По той же самой причине, по которой в свое время биржа CBSX перевернула систему вознаграждения с ног на голову. Так, еще какие интересные моменты. Казалось бы, ну, когда происходит мелкое воровство такое, комиссия по ценным бумагам и биржам должна вмешиваться в ситуацию. Но, как выяснилось, там сплошь рядом коррупция. То есть с 2007 года более 200 сотрудников вот этой самой комиссии Американской СЕК перешли на работу в HFT-фирмы. Причем там первый заместитель по надзору за рынком акции ушла прям хоп сразу на какой-то высокий пост в какой-то из HFT-фирмы Гетко, по-моему. То есть прям конкретный пример с именами приводится. Еще интересное, там есть, знаете, всякие разные интересные нюансы в этой книжке. Рассказана история Сергея Олейникова. Это русский, ну, с российскими корнями, скажем так, программист, который устроился на работу в Goldman Sachs на очень высокую зарплату, там по невнимательности случайно скинул себе, скидывал и хранил у себя дома код, который использовал в работе. Потом Goldman Sachs решил его, когда он уволился из Goldman Sachs, его приняли в аэропорту в тот же день и обвинили в том, что он хотел украсть сверхсекретный колд Goldman Sachs, хотя это, конечно, полная чушь и бред, ничего уникального в этом коде нет. Этот код невозможно там где-либо использовать без всей этой сложной экосистемы, но его решили проучить и посадить на 8 лет. Там прикольно такие сведения приводятся, что торговая платформа Goldman Sachs в 2008 году содержала 60 миллионов строк кода, что, в общем, интересно. То есть настолько там запущена была и запутанная система, информационная система вот эта, что никто до конца, не было ни одного человека, который знал бы до конца, как она работает. То есть каждый человек отвечал за какую-то ее часть, но кто бы понимал ее целиком, вообще таких людей не было. Сергей Олеников, когда пришел в эту контору, он посмотрел, что-то не так работает. Сигнал между Чикаго и Нью-Йорком шел 7 миллисекунд, по-моему. А, это теоретическое время, максимально быстрое, 7 секунд. Это, кстати, вот СВЧ, да, сделали 8 секунд. Теоретическое время, по-моему, 7 миллисекунд составляло самая максимальная предельная скорость. Сервера NASDAQ, ну, в общем, возьмем там NASDAQ, допустим, да, и Goldman Sachs стояли в соседних зданиях. И сигнал из одного в другое шел 5 миллисекунд, что было недопустимо долго, потому что такой сигнал вообще когда-то за тысячу километров стоит сервак. Вот. Сергей Олеников начал разбираться, оказалось, что настолько неэффективная маршрутизация, настолько накручены вот эти маршруты, по которым сигнал идет через коммутационное оборудование, что это создавало просто колоссальную задержку, и никто даже об этом не парился. Насколько я понял, в конце концов, Goldman Sachs, конечно, забил на идею собственного трейдинга, они отказались от идеи делать собственный HFT-трейдинг и решили, что их бизнес – это клиенты, и, в общем, они не стали конкурировать. И вообще, если вы посмотрите, действительно сейчас HFT-трейдинг – это в основном отдельные компании, с которыми брокерам, кстати говоря, конкурировать достаточно сложно. Что еще? Какая еще интересная информация есть в этой книге? Ну вот, последнее, что я расскажу, это, в конце концов, был такой канадский банк, RBC Capital Markets. Они первые заметили, что происходит вот такое сложное исполнение, что что-то не то происходит. Они начали изучать вопрос, и они построили у себя информационную торговую платформу таким образом, чтобы отправлять клиентские заказы на биржу, таким образом, чтобы их не успевали перехватывать HFT-трейдеры. Они создали систему, которую назвали ТОР. Благодаря тому, что они создали такую систему, в конце 2010 года они буквально за полгода поднялись с 19-го места в рейтинге Wall Street на первое место. И самое интересное, что за всю историю этого рейтинга ни одной фирме не удавалось подняться за год больше, чем на три строчки. А они с 19-го на первый сразу, благодаря вот этой системе ТОР, которая обеспечивала более справедливое исполнение приказов для клиентов. Потом чувак, который работал в этом RBC, решил сделать свою собственную биржу. Эту биржу назвали EX. Эта биржа открылась 25 октября 2013 года. И, по сути, половина этой книги посвящена как раз тому, как люди шли к созданию этой биржи. Единственная идея этой биржи была в том, чтобы создать справедливую площадку, где инвесторы, которые отправляют свои приказы на эту биржу, могли бы быть уверены, что никто их не отфронт ранит, что там будет максимально справедливое исполнение по ценам. И, вы знаете, очень интересный момент тоже. Они долго думали, как сделать так, чтобы... Как же происходило, на самом деле? Вот смотрите, если биржа ставила где-то дата-центр свой, то HFT-фирмы сразу покупали землю вокруг дата-центра, чтобы установить там свои серваки поближе к этой площадке. Мошеннические биржи, ну типа там той же Нью-Йоркской фондовой биржи, они продавали коллокацию. И, кстати, Московская биржа тоже продает коллокацию, да, то есть там... Ну, кстати, Московская биржа еще не так дорого продает, но вот если ты хочешь встать в сервер-бирже, ты платишь монопольную какую-то цену, очень высокую, за размещение своего сервака в стойке биржи. Вот. Эти же чуваки сразу отказались от идеи привилегированного доступа к рынку. То есть они сказали, нет, у нас будет единая скорость для всех. И высокочастотные трейдеры, и простые смертные будут торговать с одинаковой скоростью исполнения. Для этого, для того, чтобы не было никаких... Ну, фронтрайнинг не было по скорости, они взяли и специально замедлили скорость, по которому заявка идет на их биржу до 350 микросекунд. Для этого они что сделали? Я уж не знаю, правда или нет. Они взяли, смотали 60 километров оптоволоконного кабеля. Почему-то написано в бухту. Ну, в бухту, наверное, как-то это, типа вот, в сверток, да? Так в книге просто написано. Вот. Чтобы обеспечить... То есть 60 километров, они обеспечивают эту задержку до 350 микросекунд. Для чего? Для того, чтобы, когда кто-то отправляет приказ на эту биржу, чтобы эта биржа могла успеть сама, первой, разослать по различным маршрутам этот приказ и найти лучшее исполнение. Если на бирже нет непосредственно вот такой заявки. То есть биржа еще выступает в роли роутера, то есть в роли маршрутизатора. И вот чтобы между этой биржей и между другой биржей никто... Чтобы эту саму биржу при доступе к другим биржам никто не успел опередить, они создали вот эту искусственную задержку. Это как я понял. То есть вот такая интересная биржа. И вы знаете, они сказали так, мы будем зарабатывать только на комиссионах. 9 центов с одной акции. И чтобы им запуститься удачно, чтобы им отбить все свои расходы, им надо было торговать 50 миллионов акций в день. Когда в первый день они запустились, их объем составил 468 тысяч акций. Это 25 октября. А 18 декабря уже объем составил 12 миллионов акций. А 19 декабря на эту биржу зашел Goldman Sachs. Причем, ну, они сами не знали, что Goldman Sachs зашел. То есть идет торговая сессия, происходят какие-то торги. У них оборот там составляет примерно 5 миллионов акций. Они на это все смотрят. И потом бабах, оборот вдруг взрывается. То есть вдруг просто какое-то бесконечное количество приказов начинает. И они сами не понимают, что происходит. И потом они понимают, что это пришел Goldman Sachs. И Goldman Sachs просто за 51 минуту направил большую часть всех приказов своих клиентов именно на эту биржу. У них просто взорвалась активность. И 19 декабря они отторговали 40 миллионов акций. И в итоге они там как-то с Goldman связались. Goldman сказал, что завтра будет еще больше. Вот. И что самое интересное, вот эти приказы, 92% из этих приказов исполнились по честной цене, так называемой, серединной. Да, между бидом и аском. В то время как в других даркпулах Уолл-стрит количество сделок, которые совершаются по вот этой честной серединной цене, составляют всего лишь 17%. Вот. Ну и в конце книги Майкл Юис интригует. Он загадывает загадку. Типа, кому же принадлежат те высокочастотные вышки, которые установились между 38 вышек, такой прямой видимости, да, между Нью-Йорком и Чикаго. Кому же они принадлежат? И вот здесь, так сказать, вот такая загадка в конце книги. Прежде чем уйти от вышки, мы обратили внимание на металлическую пластину, прикрепленную к ограде. На ней был выгравирован номер лицензии, выданный Федеральной комиссией по связи. Здесь номер 1215095. Данного номера вместе с доступом в интернет хватило бы любознательному человеку, чтобы узнать подоплеку создания этой вышки. Заявление на право пользования вышкой для отправки СВЧ-сигналов было подано в июле 2012 года, а подал его троеточие. Ну, невозможно дольше сохранять всю эту информацию втайне. За день путешествия по кибропространству вы можете сами там это все найти. Ну, если этот номер тупо загуглить, что я и сделал, будет написано, что лицензия принадлежит Epsilon Networks, это совместное предприятие между брокерской компанией BGC Partners и высокочастотной технологической компанией Thesis Technologies. Тезис – технологическое подразделение Tradeworks Inc. Высокочастотная торговая фирма, основанная Маной Наран. Кто такой Маной Наран? Не знаю. Можете тоже загуглить. Ну, в общем, такая фигня. Просто, блин, книга как детектив читается. Прямо реально круто. 5 из 5. Значит, господи, 32 минуты, не может быть. О-о-о, мамма-мия, побежал к детям. Все, давайте, пока. Донаты, с вас донат.